Новый год Бегут стрелки часов, неумолимо приближая нас к финишу 2017 года и соответственно к старту 2018. По традиции на рубеже декабря и января принято подводить итоги. Каким был этот год? Чем он радовал Армавирцев? В этом году мой брат женился. Смог поступить в колледж, закончил школу и нашел хороший коллектив, которым занимаюсь. Вот мы сейчас идем довольны, мы учимся на спортфаке, мы спортсмены, получили зачет и как бы мы этому радуемся. Я устроился на новую работу, ремонт дома делаю, ну и всего интересного. В этом году у меня родился мальчик, зовут Амир, красивый очень. Согласитесь, рождение ребенка – одно из самых важных событий. А вообще, сколько нас, жителей Армавира? Официальная статистика утверждает, что более 209 тысяч человек, и многие из них появились на свет в родном городе. Специалисты Армавирского перинатального центра порой творят чудеса, делают все, чтобы у новорожденного билось сердечко. В этом году здесь выходили младенца, который родился на 24-й неделе и весил всего 710 граммов. Это стало возможным благодаря современному медицинскому оборудованию, которым оснащено отделение реанимации новорожденных. И, конечно, профессионализму персонала. Юные армавирцы идут в детский сад, затем в школу, словом, растут. А вместе с ними растет и количество мест в образовательных учреждениях. Так, в 2017-м город, благодаря поддержке края и губернатора Кубани, получил возможность начать возведение корпуса начального образования 9-й школы и после 25-летнего перерыва возобновить строительство нового учебного блока старостаничной 25-й школы. Получать знания в школе очень важно, но не стоит забывать и о дополнительном образовании. В этом направлении у юных горожан есть множество возможностей. Для них всегда открыты двери Дворца детского и юношеского творчества. Маленьким армавирцам рады и в обновленном в этом году Дворце культуры. Широкие перспективы открываются перед теми, кто уверен, что в здоровом теле – здоровый дух. В 2017-м году в Армавире открылись две новые воркаут-площадки. Теперь их пять. Каждая стала местом не только для тренировок, но и для проведения разного рода соревнований. Отрадно, что позаниматься на эти площадки всегда собирается много молодежи. Очень приятно, что наши все начинания по постройке этих площадок. Мы наглядно видим, что они востребованы, что молодое поколение участвует в мероприятиях таких. Каждый вечер, проезжая мимо площадок, мы видим, что они заняты. Но воркаут – лишь одно из многих спортивных направлений. Армавир по праву считается столицей кубанского самбо. То, что у нас готовят лучших самбистов и дзюдоистов, не секрет уже для всей планеты. В 2017-м это в очередной раз доказали воспитанники прославленного Рудольфа Бабаяна на чемпионате мира в Сочи. Татьяна Казинюк стала обладательницей золотой медали, Аслан Мудранов завоевал серебро. Теперь будущие чемпионы смогут тренироваться и в современном новом спортивном комплексе в поселке Заветном. Это тоже одно из достижений города этого года. Для молодежи в Армавире делается многое, но жить в комфортных условиях хотят все горожане, и они этого достойны. В этом году в Армавире началась реализация приоритетного проекта партии «Единая Россия» – программы по формированию комфортной городской среды, рассчитанной на пять лет. В нашем городе уже в этом году перемены коснулись трех скверов и городского парка отдыха. Более того, в Армавире появились не просто благоустроенные дворы, где уложен прочный асфальт, обустроены парковки, установлены скамейки, детские площадки, зоны отдыха, разбиты клумбы. Благодаря программе у армавирцев зародились новые традиции. Или, может, и возродились старые, потому что окончание работ в каждом дворе отмечают веселым дружным праздником с песнями, танцами и чаепитием. Есть такая традиция, мы отмечаем день рождения дома, ну крупные даты. Недавно мы отмечали такой день рождения проезд на Восточинский 4, им дома 45 лет. Поэтому стараемся поддерживать эти традиции. Армавирцы не платят за благоустройство ни копейки, но при этом должны внести посильную лепту, например, участвуя в субботниках. И они с удовольствием облагораживают обновленные дворы, высаживают деревья, кустарники, цветы. Новый асфальт появился не только во дворах многоквартирных домов. Ситуацию с плачевным состоянием городских дорог усугубила прошлая зима с резкими перепадами температур. В 2017 году на капитальный ремонт дорожной сети Армавира было выделено 100 миллионов рублей, 90 из краевого дорожного фонда и 10 из бюджета города. Кроме того, из местной казны выделили 16 миллионов на ямочный ремонт, более двух на ремонт улиц с гравийным покрытием и три на ремонт тротуаров. То, как шли работы, видели все – и водители, и пешеходы. Старое покрытие снимали, поднимали люки, слой за слоем укладывали новый асфальт, выравнивая дорожное полотно. Теперь транспортные средства уверенно движутся по ровной проезжей части, а пешеходы не нарадуются отремонтированным тротуаром. Да и подъезжать к Армавиру стало гораздо комфортнее. Управление федеральных автодорог Черноморья откликнулось на просьбу руководства нашего города и нашло возможность провести капитальный ремонт. Глава муниципалитета Андрей Харченко назвал ремонт участка ФАД «Кавказ» знаковым событием для горожан. Маленьким армавирцам рады и в обновленном в этом году Дворце культуры. Ремонта здесь не было 45 лет, то есть с того момента, когда здание было построено. Чтобы придать центральному очагу культуры города современный облик, было выделено 15 миллионов рублей. Это деньги из краевой и местной казны. В этом году в Армавире ремонтировали не только дороги. Давно назрела необходимость реанимировать терапевтический корпус городской многопрофильной больницы. В здании 1951 года постройки устарели коммуникации, обветшал фасад, требовало укрепления основания. И дело закипело под систематическим контролем городской власти. Строители выполнили масштабную работу по усилению фундамента, которую укрепили бетонными подушками и дополнительным армированием. Заменили часть окон. Ремонт продолжится в 2018-м. В Армавире действует порядка 30 заводов и фабрик. По объему отгруженной продукции город входит в десятку лидеров региона и занимает шестую строчку в этом рейтинге. Темп экономического роста промышленного производства определен в 115,5% к уровню прошлого года. По прогнозам специалистов он продолжит расти. Городские заводы могут работать на всю Россию. Производственные мощности позволяют. На Армавирском машиностроительном продолжается реализация проекта, цель которого создание новейшей продукции в области транспортного машиностроения. Результат, как говорится, налицо. Уникальный изотермический грузовой звездодорожный вагон объемом 120 кубических метров. Раньше такие приобретали за рубежом, а сегодня вот он, гордость армавирских машиностроителей. Выпуск вагона термоса стал возможен благодаря перевооружению и обновлению производства. В ходе рабочего визита в Армавир летом этого года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил уверенность, что эти вагоны будут востребованы в целом по стране, а благодаря их выпуску увеличится количество рабочих мест и поступлений налогов. Вы сегодня просто развиваетесь, вы четко реагируете сегодня на спрос рынка. Это очень важно. И вот этот вагон, который стоит сегодня, если бы на нем не было на русском языке написано, я вам честно скажу, я подумал, что он импортный. Вот такого он качества, такого внешнего. Вчера, может быть, такого у нас и не было. Там главное, чтобы внутренний рынок, все перевозки такого типа осуществлялись именно в вагонах армавирского маршрустительного завода. Среди флагманов армавирской промышленности – ЗИМ-ТОЧМАШ-ПРИБОР, выпускающий конкурентоспособную измерительную продукцию, машины для испытания различных материалов и конструкций. В этом году на 14-й специализированной международной выставке заводчане представили испытательные машины нового поколения. Предприятия города – постоянные участники, а многие и победители ежегодной выставки «Кубанская ярмарка». В этом году диплома за первое место в кластере «Переработка и производство продовольственных товаров» удостоена ЭЛЗА. Шесть армавирских предприятий вошли в 2017-м в программу поддержки промышленности. Глава армавира Андрей Харченко на встречах с коллективами заводов и фабрик призывает их активнее подавать заявки на участие. 100 миллионов рублей предусмотрено краевой программой на поддержку предприятий промышленности в этом году. В следующем объем увеличится до 3 миллиардов. А это новые рабочие места, увеличение потенциала, поступление в бюджет и, следовательно, рост благосостояния горожан. На особым счету в Армавире 81-й БТРЗ – ведущее предприятие по капитальному ремонту колесной бронетехники и ремонту дизельных двигателей. Один из крупнейших налогоплательщиков. Завод в этом году отметил 70-летие. Это социально ответственное предприятие играет заметную роль в жизни нашего города. В последние годы в Армавире сложилась добрая традиция, когда коллективы заводов и фабрик благоустраивают не только собственную территорию, но и ту, которая находится рядом с ними. БТРЗ в этом плане – не исключение. Пример тому – реконструкция площади 40-летия Победы. Очередное место для прогулок и отдыха было построено и в Северном микрорайоне. Это сквер в честь 80-летия со дня образования Краснодарского края. Главный ориентир – большой яркий цветок сразу привлекает внимание, как и современное освещение и большое количество лавочек. Армавир прирастает не только благоустроенными уголками отдыха. Увеличивается площадь зеленых легких города. Вдоль улицы Луначарского рядом с детским садом номер 30 заложили новую аллею из ста кленов и редких видов акации. Около ста саженцев появилось и в старой станице возле офиса врача общей практики. Вот так реальными делами отметил город Год экологии. Армавирцы умеют и хорошо трудиться, и весело отдыхать. Яркий пример – фестиваль национальных культур «Многонациональный Армавир», который в этом году прошел уже в шестой раз, причем многие общины устраивали настоящие общегородские праздники. Межнациональные отношения в Армавире – это особая тема. Где еще казаки знают все тонкости приготовления настоящего шашлыка, а кубанские песни сплетаются с кавказскими танцами? Что ж, итоги подвели, даже наметили некоторые планы. Пришло время добрых пожеланий. Дорогие Армавирцы, поздравляю вас с Новым годом. Желаю самое главное – счастья, чтобы счастливы были, побольше улыбались. Желаю, чтобы город процветал, вижу, затеяли ремонт. Армавир будет всегда красивым. Здоровья, здоровья и здоровья, благополучия, успехов во всем. Пожелаем счастья, здоровья, удачи, благополучия в семье, всего самого наилучшего в этом новом, приходящем году. Замечательного настроения, благосостояния. Здоровья – самое главное. Успехов в личной жизни, все остальное будет. Счастья, здоровья и всех благ. Будь счастлив, любимый город. Пусть 2018-й принесет каждому Армавирцу благополучие, здоровье, радость, исполнения задуманного. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!